В первой серии мы рассказывали вам историю Евгения Опасова, отец которого погиб в Китае в 1938 году. Это был начальный период антияпонской войны, тогда не было ни управляемых ракет, ни ядерного оружия, и авиация в боевых действиях играла особую роль. Несмотря на желание молодых китайцев защитить родину и популярность профессии пилота, в стране катастрофически не хватало самолетов и подготовленных летчиков. Именно тогда, в 1938 году, Джуде Вэнь, отец Германа Кочнева, поступил в китайскую военную авиационную школу. Он мечтал стать летчиком и служить своей родине. Потомки Джуде Вэня помнят его историю и гордятся им. Время идет, и 50 лет пролетели как один миг. Герман Кочнев, он же Джу Го Вэй, наконец-то вернулся в Китай, чтобы найти своего отца. По-русскому я нашел имя матери. Кочнев Герман Павлович, это полный венециал. По-китайски меня назвали Цу. Фамилия Цу звать Куавы. В 1958 году мы выехали из Китая на родину к матери. И до этих пор мы не знали своих близких, родных. Семья распалась из-за того, что были трудные времена в Китае и в России. И семьи, как в Китае, так и в России распадались, кто куда по всей земле разъезжались. Получилось так, что я с детства не знал ничего про отца, потому что расстались, когда мне было полтора года. Мать, сестре было еще несколько месяцев. В Китае, где я родился, прожил более 10 лет. Я узнала о том, что у него есть китайские родственники. Он мне о своей семье рассказывал, но я интересовалась. Он мне рассказал, что у него вот это вот отчим, а настоящий отец вот в Китае, в Тайване, дочек. В принципе, мы загорелись уже давным-давно этой идеей, найти его. Как бы нам хотелось, ему хотелось от своих корней узнать поближе. Ну, что что-то как-то не складывалось, не получалось. Были времена, когда нельзя было искать своих родственников. Ну, это политическое время было такое. Когда настало время, когда можно было разыскивать, вот лет 12-11 назад мы сделали запрос через «Жди меня». Долго ждали, и вот через более 10 лет получили информацию, что в городе Ухань у нас большая родня. И вот мы решили с женой, со старшей внучкой выехать как бы на родину, разыскивать своих близких. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Воды рек Янзе и Ханзян разделяют эту область на три района, которые и формируют город Ухань. Передо мной Ханзян, на берегу которого я так часто играл в детстве. Но с тех пор уже прошло немало лет. Я пытаюсь отыскать нужные воспоминания, но все равно не могу связать их с городскими пейзажами и небоскребами, которые вижу перед собой. Хотя многое мне здесь незнакомо, просто дух захватывает от того, как изменился Китай. Ухань за короткие 60 лет стал международным мегаполисом, и меня переполняет гордость за свой родной город. Китайские лица помогли мне сразу же погрузиться в здешнюю атмосферу естественности и гармонии, которая так присуща местным жителям. Я как будто никуда и не уезжал. Китайские лица 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 Я еще хорошо помню, что бабушка меня любила больше, чем чуголин, а дедушка любила чуголин. Я еще не знаю, что бабушка меня любила. Да, да, да. Вот это, вот это. Но мы с тобой уже не делали. Ты баба, ты баба, 91-го года до Ухана. Вот тетя, значит, тетя, она очень похожа на мою сестру, на чуголин. Она говорит, что она не любит, но она не любит. Очень похожа. Она крупная. Она крупная. А это меймей漂亮. Она любит. Она любит. Еще любил рисовать? Я тоже хорошо рисовала. Она любит хватает. О, это, 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 это. Здесь есть, есть там, есть там, есть там. Да, есть там, есть там, есть там. Мать тоже хотела чтобы я стала летчиком. Но я тоже очень хорошо. Это, здесь. Ди事, очень трудно. Он потом silk, мы не пришли к этому. Он тоже, мы с другим, мы не общаемся с нами. У меня есть 10 лет. 10 лет, 40 лет. В 1991 году, когда я пришла? Да, это было. Мы это было в 90-е годы, когда я нашел. Он был уехал в ВУХА. В каких случаях? Один был уехал в ВУХА, он не был уехал в ВУХА, и он был уехал в ВУХА, он не был уехал в ВУХА. Я тоже, в 1991 году, в 1992 году я был командировкой, И ехать Пекин. Документы готовы, уже все. Я ищусь. Я еще еще в нем. Я еще даже в этом. Ты еще в этом месте. Я не знаю, что в этом месте. Мы не все вместе. Я ищусь, и я же. Я ищусь, и я все вместе. Я все вместе. Это неизвестно. Это ты, как ты, первая, Каждый человек, который был в Киеве, был в Киеве. Я хочу сказать, что Зачи Вене, что Жуковин, он очень благодарен его маму, благодарен Чудков Вене и Чудкова Лин. Нет, мама не обиделся, мама понимала, что время такое было. Я не считаю, что он виноват, но время такое было, много судей было... Вы понимаете, что это не было права, потому что это не было права, но не было права. Хорошо, тогда лучше. Когда Джуден Вен сейчас умер, они не сообщили мне это. До сегодня я не знаю, что он был в том, что он был в том, что он был в том, что он был в том. Он сказал, что он был в Казахстане, который был в Казахстане. Он был в Казахстане, который был в Казахстане. Судьба так сложилась, что отец в Тайване второй раз женился, и у него сыновья уносят в обилие от Чуд. Вот это меня даже немного успокаивает, что фамилия Чуд пропала. Сын наверняка хотел рассказать отцу о своей жизни за пределами Китая, о том, что у него все сложилось. Многим он хотел поделиться с отцом. После встречи с родственниками Герман узнал, что у отца на Тайване появилась новая семья, родились дети и внуки. Герман был искренне рад этому, ведь это значит, что Чуд в последние годы был окружен теплом и заботой. Герман верит всем сердцем, что отец всю жизнь о нем помнил. Герман был в Казахстане, который был в Казахстане. Герман был в Казахстане, который был в Казахстане. Герман был в кейдке. У меня такое ощущение, что он жил на другой стороне речи, а мы на другой. Видать, чувствовал, что он умрет. Болел сильно. Он говорил, привезите мне внука, привезите мне внука. И вот мать говорила, что привезли тебя, он руку на голову тебе, то есть мне на голову положил, и через некую минуту умер. Я помню, что его сожгли. А я как старший в семье был, я шел как бы впереди. Ну, на похороны. По китайскому обычаю вроде. Мужчина там, старший мужчина род, или там должен впереди. Мама говорила, что мать ушла, потому что она молодая женщина. Она не могла не работать. Она же жила у них, она не работала, считай, что они кормили ее, обывали, одевали. То есть еще и нас. Она молодая. Вот она, оказывается, я сейчас узнал, что при помощи родни, она устраивалась преподавать в гимназии китайском, русский язык. И там нашла себе второго мужа. У нас город Владимир намного меньше, чем Ухай. И в городе такой школы нет. С такими покрытиями. Школа очень хорошая. Красивая. Спортивная площадка современная. Такая школа у нас в городе нет. Очень хорошая школа. Здесь бабушка второй раз вышла замуж. Он тоже работал в этой гимназии. У меня мама много рассказывала о семье, особенно об отце. У нее были только хорошие воспоминания об отце. И она всю жизнь помнит. Хотя она три раза выходила, то есть после отца, два раза выходила замуж. Но она всю жизнь помнила отца. Хотя они прожили всего два с половиной года. Я вот чувствовал, что мать все-таки любила отца больше всех. Мама до конца жизни не забывала о отце. Говорят, что настоящая любовь бывает только раз в жизни. И у матери Германа Кочнева было именно так. Ведь свои лучшие годы она провела с его отцом Джуда Венни. Как говорил сам Герман, в Советском Союзе она много раз хотела вернуться в Ухань, так как очень скучала по родственникам. Я очень благодарна всей родине за такую встречу. Я всю жизнь помню. Отца, сестры, тети, деда, дед про меня умер. Бабушка, я даже тут вижу, что кое-кто очень похоже на бабушку, потому что я больше всех запомнил бабушку. В моей семье много традиций китайских осталось. Я готовлю все китайские блюда практически в семье. Я никогда не забывал родину, хотя я уехал. Когда уехал, мне было 11 лет. Когда я в армии служил, я всегда говорил, что я китаец, хотя в паспорте написано русский. И вот эта встреча для нас, это была самая большая подарок. Я всю жизнь мечтал встретиться с родными. И это даже не могу выразить, какой это подарок для моей семьи. Я очень благодарен вам всем за такую встречу. Благодарен телевидению китайской и российской, прежде меня, что дали возможность нам встретиться в таких обстановках. Ставьте субтитры, и я с теми кто в trail, sed cevели просто на самом деле. Я даже могу вам спеть немножко. Музыка Музыка Когда мы сюда приехали, все были очень тронуты, никто не ожидал такой прием. И если будет возможность, то мы сюда приедем еще не раз. Были там всего пять дней, они уезжали уже как будто от таких близких родственников, как будто всю жизнь их знали. Музыка 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 Путешествие в Ухань подошло к концу, но для Германа это только начало. Его поиски продолжаются, и теперь он хочет найти родственников отца на Тайване. Но Герман все-таки рад поездке в Китай, ведь он вернулся на свою историческую родину. Его внучка Лиза стеснялась камер, но позже призналась нам, что ей понравился Китай, и она хотела бы изучать китайский язык. Мы надеемся, что связь между двумя семьями уже больше никогда не оборвется. С 2009 года, когда программа «Жди меня» стала выходить в эфире, мы не раз были свидетелями радостных встреч и горестных расставаний. Во многих наших историях присутствует настоящая искренняя любовь, от которой нас всех переполняют эмоции. «Представить только! 50 с лишним лет назад, когда не было ни мобильных телефонов, ни социальных сетей, влюбленным из Китая и Советского Союза приходилось писать друг другу письма, которые шли по месяцу в одну сторону. И представьте себе, какая это была радость – получить долгожданное письмо». Наша история связана как раз с такой перепиской. Хан Лисин из Нанкина ищет свою подругу Галю, которая жила в городе Куйбышев, из которой переписывался 55 лет назад. Газан Лисинot ah Он сам был сделан по моему времени, когда я 와скать её много книжек. Он не может как-то стать, но я не хочу это говорить, но я думаю, что этот человек очень хорошо, oms кос brotherだから, но я так не могу намерили, что я люблю ты, я не могу говорить. Но я не мог вернуться в эту аizанскую тему, но я не могу понять, что я не могу это делать, я тоже не могу это. Животния его с первым словом, Можем было укрепление, и я сочетал, что все остальные проблемы. Я рада вам прочесть. У нас есть еще один из самых дизельных компаний. В 2000 году я не получил 300 сетя, я именю сомнительную кровь от болезней. Я в таком, в таком, у меня принимаем 28 лет. Я всегда вылезала, и у меня моя жена. Я ее в таком, чтобы я взял меня. Музыка В Китае говорят, что жизнь человека, как река, с крутыми поворотами и бурным течением. Наш главный герой Хан Ли Син, который пережил тяжелую болезнь и был на грани жизни и смерти, хочет во что бы то ни стало найти свою подругу по переписке и верит, что его мечта непременно сбудется. А мы будем делать все возможное, чтобы ему в этом помочь. На сегодня наша программа заканчивается. Следующая история также связана с городом Нанкин. Не пропустите. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok